Эта лекция будет посвящена неразком, его свойствам и устройствам, которые на базе этого конструируют. Начну издалека. Перед вами цель-сархнирован, которому принадлежит авторство некоторых законов, которые отискивают движение. Самый известный – это второй закон Меттона, который гласит, что для материальной точки, ее ускорение, помноженное на массу, это есть сила, которой это ускорение придается. У этого закона есть аналог для вращательного движения. Посмотрите, здесь мы возьмем волчок. Это на самом деле кусочек какого-то часового механизма. Если его закрутить строго вертикально, значит, он в таком положении будет оставаться. Если его ось наклонить, то можно заметить, что он начинает совершать вращательные движения относительно вертикальной оси. Причем, сейчас он совершает, если смотреть сверху, против часовой стрелки, а если в другую сторону запустить, то по часовой стрелке. Причем – это момент импульса P. Крестиком обозначено векторное произведение. Кто знает, что такое векторное произведение векторов? Тогда поясним. Значит, вот у нас направленный ответ вектор. Поле проходит скалярное произведение двух векторов. Значит, что это такое? В геометрическом виде скалярное произведение двух векторов означает вот так. Значит, это кисло, равное произведению длины этих векторов на космос угодную длину. Значит, именно поэтому здесь делается оговорка про скалярное произведение двух ненулевых векторов. Потому что если один из них нулевой, угол определить нельзя. Дальше делается оговорка, что если один из векторов нулевой, то скалярное произведение равно векторное произведение. Это вот что такое. Значит, векторное произведение, оно обозначается иногда вот квадратными скобками, то есть чаще таким вот кристиком. В первую очередь это вектор, который обладает следующими особенностями. Первый вектор С ортогонален в плоскости векторов А. Значит, вектора А, В и С образуют правую троту. Это означает, что поворот от вектора А к вектору В, значит, по минимальному углу, значит, он осуществляется на управлении вектора С. Это вот правило гуравчика получается. Чтобы повернуть атаку П, надо. И третье. Модуль вектора С равен численной площади параллелограмма на натянку на вектора А и В. У скалярного произведения есть одно очень замечательное свойство. Значит, если вектора А и В ортогональны, то скалярное произведение равно 0. Значит, у векторного произведения есть аналогичные свойства. Значит, если вектора А и В линеарные, то тогда векторное произведение равно 0. Так вот, если мы рассмотрим, что точка m двигается со скоростью В, то момент импульса равен векторному произведению r на p, а p это n на v. Значит, что получается? Это вектор, который будет лежать в перпендикулярной плоскости. Главное будет смотреть на нас или от нас. Он будет смотреть на нас. Потому что если ввести в одну точку вектор r, то поворот от вектора r к вектору v, от первого к второму, он происходит вот в эту сторону. В то же время, если мы будем рассматривать точку, которая движется вокруг точки r с угловой скоростью амена. Так вот, между линейной скоростью v и угловой скоростью амена есть вот такая же связь. Вектор h направлен тоже вот сюда. Так вот, получается, что вектор l, то есть момент импульса, выражается вот такой формы, прямой квадрат на амена. То есть они, во-первых, направлены в одну и ту же сторону. И для точки, т.м.r.p, это обозначается так, это момент инерции. Точки n относительно точки o. И есть файл об изменении момента импульса, который записывается из документов. df и dt – это и есть момент инерции на угловой ускорение. И изменение момента импульса – это и есть сумма момента внешних сил. Значит, это аналог второго закона Ньютона. Значит, тут стоит, в законе Ньютона стоит импульс, здесь момент инкурса. Значит, тут ускорение линейное, тут угловое. Значит, в правых частях тут силы, тут моменты силы. Значит, и тут стоит масса, а в законе об изменении момента импульса стоит момент инерции. Значит, тем самым момент инерции можно рассматривать как масса при прямолинейном движении – это мера инерции. Значит, тем тяжелее тело, тем его нужно большую силу приложить, чтобы его разогнать. Значит, и аналогичное утверждение можно сделать относительно вращения. Чтобы придать вращение тяжелому, значит, тело нужно приложить больший момент. Если мы будем рассматривать какое-то тело, вращающееся в точке О, чтобы вычислить его в момент инерции, можно сделать так, значит, разбить его на… В общем, такие ячейки, значит. Для каждого такого кусочка этого тела посчитать момент инерции, вот, по форме m2, и просуммировать. В пределе, значит, получается, они суммы, значит, на некий интеграл, вот. И здесь нужно понимать следующее, если масса, она не зависит, вот, что-то место в приложении силы. Еще-то есть фактор. То момент инерции, он зависит, помимо конфигурации тела, там, очень важно центр вращения. Скажем, здесь мы возьмем палку. Значит, и какую же палку? Значит, ну, одну палку мы будем вращать относительно центра, а вторую относительно к кончику. Так вот, момент инерции, значит, в первом случае и в втором, они будут разные. Как вы думаете, в каком случае момент инерции будет меньше? В первом. В первом. Значит, ну, мы, как бы, это из резинового-то знаем, что если за центр брать, то вращать проще. Вот. Но можно это посчитать и показать, что он действительно так. Так вот, понятие, значит, момент инерции и закон, об изменении момента импульса важной теоремой. Сейчас она вам понадобится. Вот, смотрите. Возьмем волчок. Значит, волчок, значит, он будет вращаться относительно неподвижной точки. Ну, на самом деле на бумаге он будет немножко двигаться. Но здесь важно другое. Угловая скорость, значит. Когда она направлена в эту сторону, это означает, что его надо закрутить вот так. Значит, давайте сейчас, воспользуясь этой теоретой, попробуем вычислить, в какую сторону будет вращаться его, значит, кончик по часовой или против. Что для этого понадобится? Потому что на нас смотрит вектор угловой скорости. Здесь у нас нет центра массы. Так как центр масс не совпадает с точкой, относительно которой происходит вращение, точкой контактности, У нас возникает момент силы тяжести, который направлен куда? Естественно, вот это у нас R. Этот момент у нас смотрит в какую сторону? В доску. Это означает, что у нас вот этот вот момент, значит, он смотрит куда? Это означает, что туда же смотрит и угловое ускорение. То есть, если мы будем смотреть сверху на такую точку, то ускорение направлено туда, соответственно, у нас верхняя точка должна двигаться против часовой стрелки. Когда мы смотрим сверху, я его специально закрутил так, чтобы у него вектор угловой скорости был направлен вверх. Не трудно убедиться в том, что где-то изменить направление вращения самого волчка, то у нас, значит, что при этом произойдет? У нас момент силы тяжести не изменится и ускоряется, но так как угловая скорость направлена в другую сторону, то у нас это вызывает вращение по часовой стрелке. То есть, его как привычно закручиваем, ну так вот. Майтинг футбол. А что это такое? Вы, в основном еще майтинг футбол, узнали, что Земля вращается. Ну, скажем так, наверное, не узнали, а пытались это показать. Потому что подозревали об этом давно. Так вот, перед вами изобретатель маятника, который в 1951 году построил, продемонстрировал этот опыт. А в следующем году, вот тут написано, что он изогрет гироскоп. Значит, если быть точнее, то гироскоп был изобретен несколько ранее, сама его конструкция. Но укол придумал вот это словосочетание, это слово. Вот это слово гиро-вращаюсь и скоб вижу. Значит, с помощью гироскопа он пытался продемонстрировать вращение Земли. Дело в том, что грубые гироскопы вращения Земли, скажем так, не видят. Вот. Значит, но что он сделал тут очень важно? Значит, на основе гироскопа в карданах помесь он сформулировал три очень важных свойства вот этих идей, которые положили, скажем так, основу для производства приборов, которые используются в навигации. Первое, значит, свободный гироскоп. Вот. Значит, это гироскоп в карданах помесь. То есть гироскоп – это вот такое быстро вращающееся твердое тело, симметричное. Значит, оно закреплено в двух кольцах. Сейчас я продемонстрирую, как в прошлый раз он себя ведет. Значит, надо будет за эту веревочку дернуть так резко, чтобы он сильно раскрутился. Раскрутился, да. Давайте. Раскрутился, да. Раздвините. Вот. Значит, смотрите. При перемещении видно, что направление оси ротора, оно сохраняется неизменно. Это вот так называемый свободный гироскоп. При этом сейчас можно будет наблюдать следующее интересное явление. Значит, я сейчас на внешнюю рамку начну давить. При этом это вращение, которое я пытаюсь передать внешней рамке, оно передается на внутреннюю. И точно так же через внутреннюю рамку, значит, вращается почему-то внешне. Вот. Так же вы наблюдаете другое явление, которое называется... Видите, он на самом деле колеблется, не сохраняет направление. Значит, а ось, она... Затормотим. Было основано утверждением футбола. Здесь, сразу оговорюсь, есть, строго говоря, поведение системы твердых тел, состоящей из розов. Обычно применяются такие термины. Значит, само тело, которое быстро вращается, называется ротор. Значит, это называется кожух и внешняя рамка. Вот. Здесь есть, значит, места соприкосновения оси ротора с кожухом, кожуха с ротором, ой, кожуха с внешней рамкой. Значит, и явления, которые проистекают во всем этом теле, они очень сложные. Вот. Если вы посмотрите, вот этот подвес такой не очень жесткий, то есть, вот кожуха, например, он двигается относительно внешней рамки, он просто вращается, только есть некая свобода, которая, в том числе, и вызывает вот те биения, которые вы наблюдали. Так вот, идеально, если у нас абсолютно симметричный ротор, то есть, в точках контакта нет никакого трения, то есть, что все эти рамки симметричны, то вот это имеет место. Вот. Ну, на самом деле, это не так. И с этим связано одно очень интересное явление, которое мы там доказали. Оно носит эффект, эффект Магнус, есть такая форма, о которой я дальше скажу, которая, она объясняет, показывает уход кироскопу. Вот, значит, следующее. Кирокомпас, откуда эта идея взялась? Сам компас придумали достаточно давно. Пользовались их давно, значит, это достаточно простая конструкция, которая основана на том, что, значит, магничное, продольное, значит, тело, оно встает по направлению, значит, к полюсу. Китайский компас, он очень принимал направление на югу, такой кончик из головочки. Про точно здесь говорить не имеет смысла, потому что, так вот, примерно туда. Вот такой же компас вы можете сделать дома, например, если на пробку положить иголочку, то иголочка тоже сработает на компас и ухажет на север. Кстати, интересный вопрос, что ухажет на север, значит, головку или кончик? Кончик. Вот это. Ну, судя по тому, что лежит компас здесь рядом, а в север показано вот туда. От чего это зависит? Где полизомагничен? Нет, магнитные линии Земли они показывают в одну сторону. Я просто говорю, магнитные части своего компаса. Иголочки. Вы экспериментируете. Но, как вы понимаете, вот даже у этой конструкции есть существенные недостатки. Значит, там магнитная стрелка, она расположена на иголочке. Вот. И, соответственно, ей нужно, чтобы основание этой иглы находилось достаточно в равновесии. Значит, а, скажем, когда начинается качка, то, во-первых, начинается, соскакивает, вот. И, во-первых, это само. Начинаются колебания вокруг, с точки контакта, и не очень понятно, как бы, куда она показывает. Во время качки дрожание стрелки, колебания начинают увеличиваться, и направление на север, так, плюс-минус 30 градусов, оно никого не устраивает. Но додумались расположить основание компаса в кардановом подвесе. Значит, его замечательные свойства, что при внешнем воздействии, значит, плоскости компаса, она остается неизменным. И это устройство, верой и правдой, служило достаточно долгое время. Но у него есть другой существенной местах. Их два. Значит, во-первых, магнитный компас указывает направление на магнитный полюс. А географический полюс, относительно, собственно, который участвует в определении координат, в счете полюса немножко отличается. Значит, и у мореходов были в наличии карты магнитного склонения. То есть они в каждой точке знали угол между направлением на географический полюс, значит, и на север. И по указаниям направления на магнитный север, рассчитать, значит, где находится географический. Второй недостаток связан вот с чем. Кто из вас читал с 15-летнего капитана? Что сделал товарищ Негора с компасом? Положил под него тяжелый металлический сниток. Топор. Под него подсунут топор. Значит, вот, второй очень существенный недостаток – это магничные предметы и большие металлические конструкции. Значит, например, на подводной лодке, внутри подводной лодки, в которой металлический корпус, значит, магнитное поле Земли практически не проникает. И магнитный компас внутри подводной лодки бесполезен. Вот. И вот в 19-м веке, в середине, когда началось строительство олененосцев, ну, 41-й год – это первые корабли, у которых «УСА» сделаны были из металлической брони. И вот использование магнитных компасов на таких суднах – оно бесполезно. И стал острый вопрос о том, что нужно какое-то другое устройство для ориентации судна на море. Вот. И это так совпало, смотрите, где-то 45-й год, а ФУКО продемонстрировал героскоп, значит, в 1952-м году. То есть, потребности промышленности и прогресса, они вот так вот. В разных странах разные коллективы ученых, значит, принялись над, трудились над разработкой прибора, который вот основан на свойствах героскопа. То есть, основная его задача – это отслеживать плоскость меридиана, потому что плоскость меридиана, она проходит через северные полки. Значит, второе свойство – измеритель широты. Вот. В древности широту были… Было, значит, несколько приборов, но идея была очень простая. Прошлый раз это растало, немножко повторю. Значит, если у нас, мы представляем, что Земля пробует, вот здесь у нас есть, измеряет угол между плоскостью горизонта и направлением на поляркую звезду, то не трудно показать, что вот этот угол – есть широта места. Вот. Значит, не знаю широту места и не знаю направление на север, ориентироваться на море уже достаточно просто. Вот. Значит, это будет. Теперь. Ну, как вы понимаете, подобные устройства используют в качестве герокомпаса тоже в фанатуре. Металлические. И герокомпаса у него очень сложное устройство. Есть внутри расположенная лотная сфера с несколькими контактами над плавой в жидкости. Вот. И, как бы, за поворотами сферы, значит, следит другая сфера, вот, через какое устройство. То есть, если подобный агрегат, сам компас, он порядка килограмм тридцати, вот, он очень здоровый, очень тяжелый. Вот. У нас в практикуме, в институте механики, стоит снятый с корабля очком. Еще такой вот высоты, что ходом. Я, к сожалению, не принес фотографию. Сам, конечно, не принесу. Еще один очень важный момент. В этом гироскопе, в местах контакта, там просто, значит, в кожухах просветлены, значит, дырочки и такие угловые, значит, шипы стоят. И, как вы понимаете, значит, здесь очень большое трение, вот, и это гироскоп тормозит. Первый гироскоп, они запускали сжатым воздухом. Сейчас. Вот. Это гироскоп, который снят с немецкой торпеды. И вот здесь на роторе, вы видите, насечки. Значит, здесь такой патруб, по которому поддавался сжатый воздух. Значит, и он этот гироскоп раскручивал. Его использовали для того, чтобы торпеда сохраняла свое направление, значит, через... Перед запуском, значит, гироскоп его сгоняли. Вот. И при отклонениях, значит, там была обратная связь, значит, от гуле. И торпеда свое направление удерживала. Так вот, как вы понимаете, для того, чтобы постоянно в течение продолжительного времени поддерживать постоянную скорость вращения ротора, вот такого гироскопа, нужно очень много сжатого воздуха. Вот. И это проблема. Значит, либо его нужно периодически раскручивать, вот, тогда возникает вопрос очень большой, что произошло между периодами его остановки, значит, куда же он стал смотреть, на самом деле. И вот одна проблема со стрением, значит, она решалась с помощью, когда подшипники появились, значит, гироскопы стали делать, значит, подшипники. Второй момент. Ротор стали раскручивать с помощью электричества. Вот. Сейчас покажу. Значит, вот это, это ротор. Вот его ось, она была жестко связана с кожухом, значит, а сам ротор вращался. Здесь можно увидеть проводочки, которые идут внутрь, и можно обратить внимание на дырки, которые здесь вот насверлены. Значит, это не что иное, как способ балансировки. Ну, как колеса балансируют на автомобиле, но там, правда, не дырки сверлят, а там грузики к нему приклеивают к колесу. Вот. Значит, а вот на роторах засверливали дырочки, чтобы у него моменты инерции, чтобы он был симметричный. Вот. А внутри, значит, он устроен вот как. Значит, все знают коллекторный моторчик. Да, у него есть две конструкции. Значит, одна, внешний магнит, внутри которого, значит, находится круг ротора, вот, у него, значит, обмотки. На эти обмотки подается, значит, ток, вот, и насчет внешнего магнитного поля он начинает вращаться. Значит, у этой конструкции есть один существенный недостаток. Это щетки. Для того, чтобы электричество подавать, на вращающую часть, значит, нужны, на два контакта. Значит, тело вращается, значит, там возникает, значит, температура достаточно немаленькая. Вот, щетки эти изнашиваются, и эта конструкция такая, не очень надежная. Значит, а если сделать наоборот, то есть заставить, как бы поменять подвижную, неподвижную часть. То есть часть моторчика, которая находится с обмотками, она неподвижна, а вращается, значит, на часть которой магнитный. Значит, вот, это называется пресколлекторные двигатели, и сейчас, вот, в основном, метайки используются на квадрокоптерах. Именно для того, чтобы избежать проблемы со щеткой, как износа меньше. Вот здесь распиленный ротор, значит, можно вот так вот наточить. Значит, вот внутри неподвижная часть с обмотками, вот она, а вот, 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 вот. А вот это, вот, как бы, внешняя часть, это кожух, вот здесь должно быть внешнее кольцо, вот, а вот он сам вращающийся бок ротор. Вот подшипники, значит, вот такая вот запускатель. Гироскоп вот здесь вот от розетки достаточно проблематично, потому что, вот, например, для того, чтобы его запитать, значит, нужен ток с частотой 500 Гц. Вольтаж небольшой 36 Вольт, значит, но частота тока нужна и в три фазы. А в обычной розетке там, которые две фазы, и ток имеет частоту 50 Гц. Так вот, гироскоп, в котором используются электрические подшипники, соответственно, достигалась достаточно большая скорость вращения. Вот, и тут пора переменеть к тому, чтобы написать несколько красивых страшных подлогов. Общий вид уравнения, я сейчас поясню, что здесь что. Общий вид уравнений движений относительно... Важно вопрос такой, что кто-то продолжает изучать импульсы, что контакт, когда мы без пара... Сейчас скажу. Значит, вот у нас есть неподвижные системы, когда инерциальны. Есть система координат, связанная непосредственно с вращающимся телом. Я вам ротом нарисую. Сейчас станет понятно, откуда, значит, почему берется две системы координат. Значит, в неподвижной системе координат проще писать уравнон. Потому что тот же закон Дьютон и закон об изменении кинетического момента импульса, его проще писать в неподвижной системе координат. Ну, значит, когда тело вращается, то моменты инерции проще писать в системе координат, которые связаны с телом. Потому что, если взять ротом, то у него есть в зависимости от этой системы координат, то есть проецируя, значит, будет три момента инерции. Ну, если мы выберем эту систему координат таким образом, что у него одна ось проходит вертикально по оси симметр, и две еще какие-то удобные, то A, B и C – это главные моменты инерции. У симметричного ротора, то есть у него моменты инерции A и B, то есть относительно осиенными, они будут равны, и уравнение немножко другой вид. Вот, значит, это, что такое P, Q и E – это проекции угловой скорости. Значит, угловой скорости абсолютной, но в проекции на оси по нижней вот этой вот грани. Значит, CMX, CMY, MZ – это, соответственно, проекция момента внешних сил, значит, абсолютной. То есть тут какая особенность? Когда мы вектор какой-то создаем, то сам вектор не меняется в зависимости от системы координат, он не меняется только его проекции. Вот. Так вот, мы здесь введем еще систему координат такую вспомогательную со штрихами. Значит, она вот такая будет. Значит, она вот направлена так, что ось Z' значит, они одинаковые. но она будет связана с трехгранником X, Y, Z' значит, ничем углом гамма. Значит, основная цель такая, чтобы X, вот эта вот система со штрихами, она вращалась не так быстро, как X, Y, Z. Потому что скорость вращения ротора в гироскопе достигает 10 000 оборотов в минуту. Так вот, значит, если теперь вот эти уравнения переписать в проекции на оси со штрихами, они чуть-чуть поменяют вид. А, B и Z — это главный момент инерции. Таким образом они вращиваются и получаются примерно вот по такой же методике. Это интегрирование по объему. Для симметричного тела вращения, значит, момент инерции получить достаточно просто. Значит, здесь есть, правда, отдельная задачка. Если внимательно посмотреть, то мы обнаружим вот тут какие-то гинтики. И, строго говоря, это тело, ну, собственно, поэтому дырки и засверливаются. Вот. Но здесь уже момент инерции путем интегрирования просто по объему не найдешь. Потому что вот по всем этим дыркам и широкам винтиком интегрировать не очень понятно. Вот. Но здесь можно упомянуть, например, следующую такую штуку. Какая задачка? У вас есть, скажем, часы и линейки. Как с помощью часов и линейки измерить массу чего-нибудь? Небольшого. 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 Отключен к себе на глисток. Значит, рассмотрим майки. Значит, линейные массы движения, уравнения движения майки. Масса m, длиной конгресса m. На самом деле от массы это ничего не зависит. Масса m, длиной. Масса m, длиной. Масса m. Травь. Масса м, длиной. Масса m. Да, ладно. Масса. Масса. Масса m. Грастина. Масса. Воздействие внешней силы. Вот. Ну, как же, блин. Масса. И, блин. Пärсян вверху в телеволюцию. Это, везде. Травь. Парся не красивая. на самом деле у меня не имеет приближения, но имеет вот такую вид это есть квадрат частоты, то есть частота вот это омега и там омеги, которые были, это разные то есть это частота, как видите, от массы не зависит например, имея часы, но не имея людей можно определить длину подвески есть какие-то длинные связи, которые не очень очевидны вернёмся в системе со штрихами и уравния примет немножко другой вид и сделаем ещё вот такую модификацию мы сразу будем считать, что мы рассматриваем симметричное тело это означает, что вот так, вот так, а вот это слагаемое пропадает но добавится ещё значит, что такое а штрих? а штрих это есть, это собственный кинетический момент ротер-кироскопа в системе по штриху, и штриху, и штриху, и штриху, и штриху, и штриху, и штриху то есть P, U, R это проекция абсолютную угловую скорость, точную проекцию на штриховую систему координат так вот, смотрите, при скорости вращения ротер-кироскопа угловая скорость вращения рамок не очень большая поэтому, значит, вот этими слагаемыми по сравнению с этими слагаемыми в каком-то приближении можно пренебречь то есть вот левую часть активность у нас остаются очень простые уравнения значит, U на H равенными, U на H равенными и производность H равенными это уравнение гироскопа к прецессионной постановке вот здесь можно обратить внимание на одну такую интересную особенность значит, в проекции на оси X, Y, Z, значит, это P, U, R так вот момент, значит, вдоль оси М, X, вызывает вращение относительно другой оси, перпендикулярно значит, это вот то самое явление, которое мы наблюдали когда мы пытаемся вращать одну рамоку, значит, это означает, что мы, как бы, момент вдоль этой оси придаем значит, это вызывает угловую скорость, которая идет в стаковой оси значит, это вот и уравнение в стаковой оси есть что Как я уже отметил, стоящее поведение системы четвёртых тел гораздо более сложных. Если внимательно посмотреть, то это угловые скорости. Если сюда ещё добавить уравнение на углы, ориентации тротуера относительно неподвижной системы координат, то это будет уравнение шестого порядка. Тут есть такая особенность. Во-первых, здесь не учитываются моменты инерции рамок. Они же имеют какую-то массу, какую-то инерцию. В этих уравнениях этого ничего нет. Тем более с откидыванием этих левых частей. С этим связано одно такое интересное явление. Провели эксперимент. Взяли кироскоп, опечатали его. Запустили его, запечатали на какое-то продолжительное время. Когда его распаковали, то выяснили, что ось ротора изменила своё положение. То есть вот та самая замечательная идея, что ось ротора должна сохранять своё направление и не работает. И когда стали с этим разбираться, то пришлось от такой же постановки простой отойти, выписывать более сложные уравнения, учитывать момент инерции рамок. И пришли к таким двум формам. Самое интересное и самое важное – это вторая. Что такое β и α? Это углы ориентации, то есть углы поворота. Угол α – это угол поворота внешней рамки, угол β – это угол поворота х. Вот в среднем за зимой, а угол вращение, скорость вращения рамки, она не выливает. α2, значит, h – это то же самое, что здесь. β0 – это какие-то начальные углы, они никогда не бывают идеальными нулями. То есть как бы мы хорошо не выставляли гироскоп, всегда есть какое-то отклонение от нуля. То есть да, оно чем меньше, тем лучше. А2 – это момент инерции внешней рамки относительно оси И2. То есть как видно, это изменение минув. И вот эту формулу удалось получить только в 1955 году, значит, на основе подробного, очень тщательного исследования гораздо более сложных уравнений. Видите, это уже без, скажем так, хороших математических знаний в области теории дифференциальных уравнений, математического анализа получить вот эти формулы будет невозможно. То есть это как раз демонстрирует то, что это не как бы механика фундаментальная, это не нечто такое с отверткой, гаечным ключом, но в этом лежит очень глубокие математические познания. Вот этой вот особенностью, что кода-то очень обладают все гироскопы. И, скажем так, какие типы гироскопов в каких типах систем использовать, значит, это определяется его точностными характеристиками. Сделать очень симметрично как бы идеально, значит, тело, это очень сложно. Значит, сделать так, чтобы, значит, вот эти все сочленения были такие идеальные, с минимальным трением, это очень непростая задача. Вот. Поэтому ставить их, скажем, на, какие-то дешевые системы, значит, это экономически невыгодно. Вот. А потом в кое-кде и невозможно. Скажем так, вот в телефонах датчики, которые определяют, ну вот там будет ориентацию, вот, они выглядят немножко по-другому. Они основаны на, значит, это вот такая некая пластинка, которая может колебаться в углу управления. Вот. А выглядит она вот так, сравнительно с копеечной монеткой. И то вот этому устройству, наверное, лет девять. Вот. Поэтому они ставят еще одну денежку. А рядышком это, скажем так, целая инерциальная навигационная система, построенная на нанос-мейростопах и нутонометрах, которые зашиты в такую маленькую коробочку. Вот. Ее используют на таких легких самолетов. Она дополняется и экранчиками, на которых цифровые показания выводятся. Вот. Это еще, наверное, на абортах. Значит, вот. Значит, я хочу рассказать еще одно интересное устройство. Это гиростепилизаторы. Значит, это идея, вот. Это вагончик монорельсовой дороги. Значит, и возит вот такая лезь. Давайте не будем строить самую железную дорогу с двумя, рельсами, но только с одним. Как вы понимаете, вагончик, который идёт по одному рельсу, будет пар. Значит, если мы будем смотреть спереди. Значит, вот у нас рельс. Вагончик, в данном случае, ведёт себя как маятник вперёд на положение. Это неустойчивая конструкция. Как связана устойчивость и неустойчивость с некими математическими свойствами уравнений. Значит, вот маятник в нижнем положении. Значит, у него его поведение, значит, оно описывается таким уравнением второго порядка. В линейном приближении. Значит, считаем, что тренинг нет. Вот. Значит, нету. Если мы его в таком положении рассматривать, то, значит, здесь положение равновесия, значит, это f равное b, а здесь, строго говоря, f это вот такое, это равное b. Если вокруг этого положения они отличаются чуть-чуть совсем, значит, здесь стоит знак минус, а здесь стоит знак минус. Вот. Небольшие сведения из области дифференциальных уравнений. Значит, вот такому дифференциальному уравнению соответствует, значит, полином степени такой же, как вот здесь максимальная производная, а именно второй. И выглядит он так. Значит, надо вместо производной n, значит, взять переменную n в такой же степени, соответствующую степени. Вот. И у этого характеристического уравнения есть n-корни у его степени. Причем интересует не только вещество, но и комплекс уравнений. Вот. И эти корни, они фигурируют, значит, в общем решении вот этого однородного уравнений. То есть общее решение можно записать в таком виде. Значит, c1 на e в степени лямбда 1t плюс c2 на e в степени лямбда 2t. Значит, лямбда 1 нужно за 2, это, соответственно, характеристический код вот этого уравнения. c1, c2 это какие-то константы, которые зависят от начальных условий. Значит, и здесь можно увидеть вот какую особенность. Значит, чем отличаются корни вот этого уравнения от этого? Здесь у нас имеется в вид два корня. Значит, эти корни какие? Нимы. Там же это корень из минус омега в квадрате. Значит, это будет плюс минус, омега. Значит, плюс минус омега. То есть один корень положительный, второй корень отрицательный. Комплексные корни вот в такой записи, значит, они ведут к тому, что уравнения можно переписать. С другой стороны, чтобы у маятника было мнимое решение, решение на самом деле вещества. То есть общее наблюдение такое, значит, когда у под ней есть минимая часть, значит, оно соответствует такому периодическому решению. Вот. Частота этого решения, она, собственно, вот такая же, как комплексная часть. А здесь, значит, получается решение такое, значит, c1 на e в степени омега t плюс c2 на e в степени t минус омега t. Функция e в степени t идет в себя так. А если это e в степени минус, то она еще идет в себя вот так. То есть экспоненты с положительным возрастом она возрастает, а с отрицательным она убывает. Чем больше вот здесь будет стоять коэффициент, тем быстрее происходит убывание. Ну и соответственно, чем меньше, тем больше, тем больше. Вот, посмотрите. Значит, если в случае обычного маятника, значит, комплексные корни приводят к тому, что, как вы знаете, маятник уколебуется просто вокруг нижнего положения равновесия, то вот эти два решения, значит, два слагаемых, значит, вот эта часть, значит, она затухает и бывает со временем, потому что тут минус на ней, вот это. А вот первое слагаемое, оно неограниченно возрастает. Значит, собственно, вы знаете, что перевернутый маятник, он неустойчив. В небольшом отклонении, значит, вертикального положения, он падает. Вот. Вот. Значит, вагончик на рельс, он всегда ведет под перевернутый маятник, потому как у него, значит, вот неподвижная точка, а где-то здесь расположен центр глаз. И маятник отклонения от вертикали, значит, возникает отрокидывающий момент. Вот. И, скажем так, чуть-чуть. Возникает момент, который направлен в доступ. Ну, в загончик это ранее. Значит, возникла идея сделать устройство, который бы создавал момент направленную в другую сторону. Вот. Значит, эта идея основана на... Вот на чем. Вот. Представьте себе, что вот этого перевернутого маятника мы можем померить вот этот вот угол, значит, планения от вертикального положения. Можем, значит, вот сюда, подавать какое-то усилие. Можно даже больше пойти. Значит, можно даже мерить угловую скорость, то есть скорость отклонения, значит, проводить. Вот такое управление более сложное. Значит, вот эти коэффициенты C1, C2, ну, каким-то образом мы подбираем. Вот. Подбираем, собственно, таким образом, чтобы этот маятник не упал. Вот смотрите. Можно ли это сделать? Нет. То есть можно ли вообще вот таким образом маятник в вертикальном положении держать? Значит, как это проверить? Нужно, значит, написать проектеористическое уравнение, посмотреть, какие там корни. Значит, если C1, C2 позволяют нам сделать корни с отрицательной вещественной частью, чтобы у нас не было... Нам нужно избавиться вот от таких вот уравнений. Самый страшный корень – это плюс намер. Вот. И вот смотрите. Перепишем это так, оставляем вместо производного лямпы. И корни здесь вот такие. Смотрите. Получается так же. Если у нас C2 положительный, а тот, который корень с плюсом упадет, он будет положительным. Это клон. Половительный корень – это зло. И вот что, сейчас у нас решение будет. Что такое? Смогаемое, значит, и оклонение вырастет. Если сделать вот так, тогда, значит, тот корень, который, значит, плюс корень здесь координат, он в силу вот этого все равно будет положительным. Это тоже клон. Значит, это означает следующее, что, значит, C2 должно быть отрицательным, значит, и C1 должно быть такое, что за дискриминантом был в меньшем летом. Вот. А достигается, на самом деле, вот чем, значит, есть одно алгебраическое утверждение. Значит, оно говорит вот что. Значит, необходимые условия того, чтобы корни того или иного имели отрицательную вещественную часть. Значит, необходимые условия – это положительность его коэффициента. Значит, это означает, что C2 должно быть меньше нуля, значит, и помимо квадрата C1, значит, вывод меньше нуля. Вот. Для уравнения второго порядка вот этого вот условия оказывается еще и достаточным. Значит, здесь вот какая особенность. Значит, если мы выкинем вот это залагаемое, значит, это и равносильно тому, что мы выкинули обратную связь через скорость. Только угол меряем, значит, только через угол даем, значит, обратную связь в фонду управления. Значит, у нас тут возникают колебания. То есть, как бы, задача именно стабилизации так, чтобы дельта Фи к нулюстре не получается. Значит, не получается. То есть, будет просто периодическое решение колебаний вокруг положения равновесия. Вот. Вот. Вот для того, чтобы человек вагончик удержать, например, анализируется на дороге, как нужно, и не в значительной степени, а нужно обладать имели. И угол, и угол скорости. Можно теперь подать обратную связь, то есть создать момент. Вот. И момент этот создается вот таким образом. Предположим, что у нас гироскоп находится вот в таком положении. Ось ротора вертикальна. И что произойдет, если мы подадим момент на кожух? Значит, при подаче момента на кожух у нас момент передастся на внешнюю раму. Правильно? Вот. А если мы поставим два гироскопа вместе, значит, таким образом, чтобы у них как-то картинки, они стоят вот так вот в спарке, чтобы было отклонение по вертикали, значит, у них были одинаковые только в разных сторонах. Вот. Но главное, что они крутятся в разные стороны. Вот. И тогда в этой конструкции, в общем, при подаче момента на кожухе, вот, возникает момент, который направлен вдоль движения этого вагончика. Вот. Значит, соответственно, правильно подобрал коэффициент С1С2, значит, можно сделать так, что этот неустойчивый положение равновесия между тканей будет стабилизированным. Вот. Ну, задумка была хорошая, но результат получился, то есть, экономически не целься обратно. Это очень сложно. Значит, нужно, чтобы в каждом погоне находилась такая, во-первых, достаточно большая масса гироскопа, которая все время раскручивает, будет в ночь крутить. Вот. То есть, это лишняя электроэнергия. Вот. Ну, как бы сама задумка была неплохая. Но самое что забавное, что вот эту вот идею много лет, а ее сейчас реализовали в мотоциклах, у которых самая большая проблема при столкновении с автомобилем, что мотоцикл теряет устойчивость, он падает, соответственно, мотоциклист, значит, вылетает. И если человек, который едет в автомобиль, у него есть корпус, у него есть подушки безопасности, при столкновении у него больше шансов при мотоцикле, этих шансов гораздо меньше. Вот. В мотоцикле расположена вот такая вот схема. Вот. А так как вес мотоцикла не такой большой, значит, как с вагончиком сравнение, вот. И там, соответственно, расположены датчики, которые измеряют боковое отклонение, скорость, вот. И возвращают мотоцикл в стеклянное положение. Насколько это приживется мотоцикл? В массовом производстве пока непонятно. Вот. Но сама задумка очень интересна. В заключении я вам покажу такую игрушку. Гироскоп называется Powerball. Значит, он устроен каким образом? У него есть ротор. Вот. Значит, никакого, как бы, электричества для раскручивания нет. Значит, там есть электричество, как бы, оно от вращения обрабатывается электричество, которое заставляет мигать там. Значит, светодиодики, да. Вот. И тут можно померить частоту вращения. Вот. Сейчас его включу. И вам будет такое интересное домашнее задание. Значит, этот рот, значит, гироскоп, он, как бы, здесь нет карданового подвеса, потому что здесь фактически только кожух есть. Вот. Можно считать, что человеческая рука является, или нельзя считать, что это внешний рамк. Вот. Но что происходит? Значит, перед этим движением то есть, у него нет вера. Значит, при этом, как видно, ротор, значит, он тоже вращается. То есть он помимо вращения вокруг слоя есть, у него еще вращение внутри. Его можно раскручить, ну, до 10 тысяч оборотов я его раскручиваю. А как эта игрушка называется? Powerbolt. Ну, здесь тоже можно наблюдать гироскопический эффект. При попытке повернуть, видите, у него начинает. Сейчас у меня рука выполняет роль. Сейчас, правда, оси сложились. Поразмышляйте на досуге, за счет чего при вращении руки увеличивается скорость вращения. Так, наконец, я выполню еще одну штуку. Я понес совсем забыл. Значит, вот такая вот очень красивая штука. Вы думаете, что это такое? Нет. Гироскоп? Нет. Это гироскоп? Шариковый сын? Нет. А потому что он волоконно-оптический. Значит, это как раз новый тип приборов. Условно говоря, все гироскопы и метанометры можно разделить на классы точности. Есть грубые, есть точные. То, что мы говорим в телефоне, значит, там расположены вот такие вот в моем сдатчике. И они грубые. То есть там уходы гироскопов очень большие. Там большие ошибки, выставка нуля, там дрейф есть. Вот. И для телефона это не страшно. Для того, чтобы ориентироваться в городе, по карте этого более чем достаточно. Для, скажем, для системы, которая двигается в течение какого-то небольшого отрезка времени, это тоже не страшно. Вот. Но, например, на подводной лодке, которая пользует автономную плаву на многие месяцы, значит, строить систему навигации на подобных устройствах, это самоубийство. А изготовление вот таких вот гироскопов, это вещь технологически очень сложная и дорогая. Ну и, то есть, а вакуно-оптические гироскопы, их делать проще, компактнее и полегче. Вот. А как работает волоконно-оптический? Как работает вот этот волоконно-оптический? А тут ничего не крутится. Не крутится, да. Значит, все, смотрите, вот, я почему-то заговорил про майку, когда нужно, в принципе, самое, в принципе действие, что мемцев, что оптовок, вот этот волоконный гироскоп, значит, основан на, значит, здесь что сохраняется? Здесь сохраняется направление сил вращения. Значит, в этом гироскопе, значит, сохраняется направление колебания. Вот, значит, и здесь принцип действия аналогичный. Сейчас боюсь просто набрать, вот, что там колеблется и что там измеряется. Но там ничего не вращается. Вот. Вот. В этом гироскопе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И.